Приветствую всех, кого еще не видел. С вами Ультра. И сегодня мы поговорим о многоблочных обработчиках из Gregtek. Начнем с обшивок. Стандартная. Делается вот так. Пластинки, микросхемы, еще пластинки. И машинный блок. Можно использовать машинные корпуса из Thermal Expansion, прочные корпуса Форестри. Ну и собственно механизм Индастрал Крафта. Пластины также могут быть разные, как алюминиевые, так и из закаленного железа. Но я думаю не надо объяснить, как делаются пластины. Усиленный корпус. Здесь нужны уже стальные пластины и улучшенный механизм, либо стальной или титановый машинный корпус. Также улучшенные микросхемы. Кстати, подойдут стальные пластины из Railcraft. И усовершенствованный корпус. Здесь уже нужен вот такой вот механизм, который делается вот так. Улучшенный механизм, стальной или титановый корпус. И вот пластины хрома и титана. Дальше нам понадобятся, собственно, пластины хрома и вот такие вот микросхемки. Процессоры уже, грубо говоря. Четыре улучшенных электросхемы. Вот такие вот пластинки. И иридиевая плата. А вот эти вот схемки делаются вот так. Восемь изумрудов и улучшенная в ассемблер. Вместе изумрудов можно пользоваться Левин, либо Уиллионов. Так, с корпусами покончили. Переходим непосредственно к железякам. Гриндер. При работе шрёт воду. Но. Эта вода приносит дополнительный профит. Так. Две улучшенных электросхемы. Улучшенный механизм или его заменители. Три гриндера. Неважно, каких вольфрамов, хлеба алмазных. Помпа, либо модуль помпы. Ещё одна электросхема. И электролизёр. Дайте-ка я поближе к воде его построю. Вот. Incomplete Machine Casing. То есть, я не всё построю. Итак, что нам потребуется. Стандартные корпуса. Вот таким образом. Приятно, что текстура сшивается. Дальше. Строим кольцо из усиленных корпусов. Так. Дайте-ка я возьму воду и ламу. Так. Блок управления на машинку. Сюда надо залить воду. И закрываем. Всё. Теми же стандартными блоками. Так. Кажется, сработало. Рецепт одевается. Ну, видно, что при работе он потребляет катализаторы. Вообще, эта штука одна из причин заиметь кирку или бурж с шёлковым касанием. Поскольку не металлический руд, он умеет дробить так. Допустим, угольная. Собственным уголь. Пыль. Чуть-чуть тореевой пыли. Ну и капсулы из-под воды. Железо. Железо. Олова. Ники. Лазурит. Он ещё дробует три пыли. Редстоун ещё чуть-чуть с глубокого стороны. Маленькие, но вполне в раскрученном хозяйстве полезные ништяки. Особенно, если поставить производство на поток. Да и катализаторы разные. Здесь используется вода. И у нас вот железо. Медь и никель. Здесь уже три золота. Извиняюсь за выражение, я оговорился. Не железо золото. А здесь уже три пыли. Или персульфат. Натрия. Он даст целую кучу меди. Алмазная руда. Собственно, алмаз. Алмазная пыль. Пригодится при производстве гринга. Мокрая угольная пыль. Изумруд даёт ещё чуть-чуть оливиновый. Кварца у руда даст четыре куска кварца и пыль адского камня. Которая, кстати говоря, тоже где-нибудь сгодится. У нас оловянная руда. Ладно. Не буду вас загружать рецептами. Ба-бах. Я этого не хотел. Потому что она из 128 единиц энергии затик. Вернём систему на место. Следующий обработчик. Доминная пейджа. И опять. Та же самая программа. Но здесь корпуса могут быть абсолютно любыми. В чём-то суть. Давайте я для начала запилим из стандартных. Здесь надо залить лавой. Закрываем. 1520 киль. Маловато. Например, сталь или титан она уже не возьмёт. Куда полезла? Куда полезла? Куда полезла? Видите, уже 2200. Гораздо веселее. Например, железо можно колить. С большим выходом. Не дробя, естественно, руду. Но придётся применять катализаторы. Сталь можно управлять даже в простой печке. А вот здесь уже придётся поковыряться. Допустим, из перита она вполне выплавит. А вот вольфрамовую сталь фига с двое. Алюминием тоже не будет плавить. Я имею в виду в стандартном исполнении. Титан, правда, возьмёт. Хром она не съест. Надо смотреть вот на это. Вольфраму нужно аж до исполнить тысячи. Сталь только тысячи. Это пыль плавится. Но только не вижу в этом профита. Да, для крафта солнечных панелей теперь понадобится доминная печь. Не знаю, на кой хрен Грек это сделал. А, как говорится, не будем пинать и накидать его тапками. Куда потекла? Так, ставим уголки. Уже 2880. Но для вольфрамовой стали всё равно маловато. Поэтому пичку надо как-то прокачать. А вот только как. Ну, начнём с катушек. Давайте прям по стаку возьмём. Канталовая, нехромовая и медно-никелевая. Так, я думаю, это уже можно убрать. Три триста восемьдесят. Три восемьсот восемьдесят. Такой пички хватит практически на всю. Да, забыл сказать, как они делаются. А никак они не хотят делаться. У меня не стоят плагины. Прошу прощения. По-моему, крафты были на манейке. Гриндор ушёл. Гластер ушёл. Напряжение питания у него сто двадцать восемь единиц энергии затеи. Не буду подставлять, иначе произойдёт то же, что и с гриндером. Так. Имплазионный компрессор, или имплазионный, как мы его в своё время называем. Так. Что ему надо? Стандартный вот такой серый квадратик, почти чёрный. Это усиленный и улучшенный розыск. Собственно. Так. Строим вот такой вот крестик. А хотя за что и... Давайте попробуем его сделать. Скажем так, на верхотуре. Делаем вот такой вот крест. Готово. Кольцо. И ещё один крестик. Так. Кейс готов. Теперь наверх ставим вверх. Что-то ему не нравится. Не знаю, как по-ухрену. Ему надо. Я вроде всё построил правильно. А, это же не туполка. Всё равно, что-то не нравится. Ну, твои проблемы. Да, здесь в центре должен быть. Вот это тряхнуло. Эта штука занимается тем, что путём подрыва прессуют. То есть, допустим, пыль сжат в угля, но прессуют в промышленный алмаз. И, впрочем, не трудно перекрафтить в обычных. Ну, или говоря, в нашем реальном языке, огранить. Ну, или отполировать. Все пираты требуют промышленного тратива. Слитки иридио сплава. Прессуют в пластины. Так что без этой хреновины квантового не видят, как своих ушей. Пыль может прессоваться в самоцветы. Правда, с потерями. И с большими затратами тратива. Я бы даже сказал, с огромной. Порой это просто не тревется. Сам промышленный тратив делается вот таким образом. Три обычных динамита. Я думаю, все помнят смесь песка и пороха. И... Шесть кремлев. Можно сделать вот так. Пять пыли кремния и три динамида. Можно сэкономить кремлев. Попутно получив чуть больше динамита. Других путей крафта у него нет. Так. Далее, что у нас осталось? Лесорезка. Ну, или лесопилка. Делается, но прям проще некуда. В центре усиленный блок. Кольцо таких. Вот. Это не стоит. Пилит все, что нужно. Например, корни истрилает форест. Дерево пилит на доски. С большим выходом еще оставляет вот такое вот. Опилки, грубо говоря. Латексные. Ну, гивею она. Естественно, оставляет латекс. И 16 вот это вот пиле. С остальными деревьями то же самое. Самый зачетный рецепт должен находиться в конце. Нет. Обознается. Так я что забыл? Эта самая пыль может прессоваться. Получая вот такие вот пластины. Ну, ДСП по сути. Собственно. Собственно. Это пасхалка. Расскажу ее историю. Когда-то Сенгер, создатель Форестри, начал, по-русски говоря, срач на форуме Грегтек, что типа все так сложно, скоро доски будут крафтиться из звезд ада и яйца дракона. На что Григориус ввел такой рецепт. Дал доскам имя, святые доски Сенгера и зачаровал их небесной корой 10. Интересно, как они крошит зомби. Используется эта штука как заменитель досок. То есть можно крафтить из нее все, что хочешь. Я имею ввиду... Ну, не все, что хочешь, конечно. Алмазы из досок не крафтят. Я имею ввиду все, что крафтится из досок. То есть полная и окончательная бесповоротная замена. Ничего нового. И дистиллятор. Самый спорный, на мой взгляд, девайс, поскольку имеет всего пару рецептов. Это... Перегонка биомассы в этанол, ну или по-другому биотопливо, и перегонка нефти в бензин. Правда, здесь он называется дистиллятор. И так, что он требуется? Стандартный и улучшенный кокусин. Пили. Вот такими кольцами. И накрываем. Внутри ничего не должно быть. Так же и никого. Что-то ей не нравится. Ну да ладно. Может, я управляющий блок на феншу и поставил? Ну, я думаю, профит очевиден. Не надо строить билдкрафтовские движки. Гнуть механизмы из Форестри и... Из билдкрафта. Всего лишь для того, чтобы создать бензин. Но здесь еще дополнительный профит. Серная кислота и нитроглицерин. Давайте-ка посмотрим, для чего он используется. Для нитрования топлива. Вот такая вот капсулка с нитродизелем. Даст вам в дизельном генераторе аж с 400 тысяч энергии. Так, а серная кислота нам нафига? Выгодный крафт батареек. Да и аккумуляторов тоже. А в электролизере ее можно разложить. Водород, сера, кислород и пустая капсула. Ну, соответственно, в экстракторе можно опустошить. Вот такие вот механизяки. Количество пяти штук. Сервак, кстати, пашет. Говорит, живет и здравствует. Он выжил, все и не подавился. Он нахламонил уже. Жрать он больше не стал. На диете, наверное, сидит бедняга. Хотя карьеру уже проковыряли практически половину. Надо было их больше делать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. До встречи. А также вступайте в группу ВКонтакте. ВКонтакте. Продолжение следует. Продолжение следует.